В эфире программа Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. Добрый вечер. И в начале главные темы этого выпуска. Трагедия на дороге. В Аскийском районе произошла серьезная авария. Три человека погибли, в том числе маленький ребенок. Эксперимент с солнцем. Жители одного из домов в Белом Яре будут экономить на коммунальных платежах. Дарящие свою кровь. Сегодня во всем мире отмечается День Донора. Серьезное ДТП в Аскийском районе. Три человека погибли, еще столько же ранены. В списке тех, кого спасти не удалось, есть маленький ребенок. С места трагедии Алексей Баинов. Все произошло накануне около трех часов дня. На 63-м километре тракта Абакан-Ак-Давурак в лобовую сошлись Тойота и УАЗ. Водитель последнего смог выбраться из искореженного автомобиля и пролежал на обочине до приезда медиков. Удар был такой силы, что от моторного отсека иномарки практически ничего не осталось. А внедорожник выбросило на обочину и он загорелся. Обратили внимание, значит, даже двигатель весь располагался. Температура очень большая. В результате загорания автомобиля произошел переход пожара на степь. Значит, вот выгорело здесь, наверное, около гектара. Первыми на место происшествия прибыли пожарные. Они установили, что в Тойоте ехали мужчина, женщина с малышом и две девушки. Годовалого ребенка тут же на попутной машине отправили в больницу, но довезти не успели. В дороге он скончался. Водителя иномарки зажала в салоне, поэтому извлечь его удалось только под контролем медиков. Многочисленные переломы и рваные раны. В таком состоянии его отправили в аскизскую больницу. Это ваши знакомые, да? Это мой брат родной. У женщины, по-видимому, повреждения оказались внутренними, но тоже очень серьезными. Она умерла уже в больнице. Там же скончался водитель УАЗа. Предварительно пока у АЗа ехал в страну Аскиза. Аскиза его развернула и выкинула на обочину. А иномарка с стороны Абакана шла в сторону Аскиза. Ну и ДТП присоснула в встречной полосе и на осевой. И их машина развернула наоборот. Из шестерых пострадавших в живых остались водитель иномарки и две девушки. 14 и 18 лет. Одна из них в крайне тяжелом состоянии. Они сейчас находятся в Аскизской ЦРБ. По словам медиков, ставился вопрос о переводе мужчины в республиканскую больницу. Однако на данный момент он нетранспортабелен. Сегодня в обед было парализовано автомобильное движение в центре Абакана. Причина – авария на перекрестке улиц Чертыгашева-Вяткина. Столкнулись Тойота и ВАЗ 14-й модели. Сотрудники ГИБДД пока не установили виновного. А водители, как часто бывает в таких случаях, утверждают, что оба двигались на разрешающий сигнал светофора. В аварии пострадала пассажирка Тойоты. Она с порезом руки и сотрясением мозга доставлена в больницу. К пострадавшим можно отнести и сотни автомобилистов, которые оказались в этот час на центральных улицах города. Пробка растянулась на три квартала. Виктор Зимин вместе с коллегами-губернаторами принимает участие в большом обучающем семинаре. Он проходит в Подмосковье. Цель встречи – совершенствовать управленческие навыки высших должностных лиц российских регионов. Занятия для глав проводят лучшие отечественные и зарубежные эксперты в области современных технологий менеджмента. Вопросами повышения квалификации в таком формате региональные лидеры занимаются впервые. Это отметил в своем выступлении на семинаре и президент России. Владимир Путин встретился с губернаторами в день открытия мероприятия. И в своем обращении к участникам попросил не относиться к обучению формально. Глава государства также напомнил, что в советский период вопросам профессиональной переподготовки руководителей и кадровой политики уделялось большое внимание. И эта работа велась очень эффективно. Экономить на коммунальных платежах, используя энергию солнца – это не научная фантастика, а вполне реальная перспектива. В Белом Яре этим летом сдадут в эксплуатацию современный энергосберегающий дом, оснащенный специальным оборудованием, которое позволит существенно сократить расходы за горячую воду и отопление. Подробнее Олеся Калиниченко. С первого взгляда этот двухэтажный дом ничем не отличается от других. Но разница есть и довольно существенная. Самое интересное находится на крыше. Здесь уже установлены крепления для солнечных коллекторов. Это длинные стеклянные трубы с нагревательными элементами внутри. Трубки эффективно поглощают солнечное тепло, а полученная бесплатная энергия будет нагревать воду в доме. Данная трубка имеет площадь поверхности нагрева порядка 0,6 метров квадратных. И обеспечивает нагрев порядка 90 литров воды. На крыше установлено 6 коллекторов, в каждом из которых 30 таких трубок. То есть, грубо говоря, одна панель из шести может обеспечить до 300 литров нагрева горячей воды в сутки. Когда монтаж гелиосистемы будет завершен, площадь крыши позволит нагревать до 2 тонн воды в сутки. Два резервуара для горячей воды устанавливают в подвале дома. Подрядчиками просчитано, что наибольшая солнечная активность в Хакасии длится с апреля по октябрь. Поздней осенью и зимой только солнечного света для подогрева воды хватать не будет. Поэтому для подстраховки в баке вмонтированы электротены. Сэкономить на отоплении позволит тепловой узел. Система работает просто. Датчики фиксируют температуру воздуха на улице. Если за окном теплеет, батареи в квартирах остывают. Становится холоднее, нагреваются. Здесь затраты составили чуть менее 3 миллионов. Оборудование все-таки не дешевое. Честно признаемся, да. Но тем не менее, мы со стороны правительства республики постараемся оказать содействие, насколько это можно. То есть, как я говорил в начале, в 2012 году мы получили субсидию. И часть денег направили на этот дом. Именно на энергосберегающее оборудование. То есть, если другие муниципалитеты захотят реализовать такие проекты у себя на территории, мы окажем им поддержку. Сделать этот дом энергосберегающим помогла республиканская целевая программа, разработанная до 2020 года. Принять в ней участие на условиях софинансирования может любой населенный пункт Хакасии. В целом, расходы на коммунальные услуги должны сократиться на 30%. Вы в курсе, что у вас дом по новым технологиям будет и отапливаться? Мы-то в курсе, но мы не ощущаем, что это как было. Все прелести энергосберегающего дома местные жители почувствуют в новом отопительном сезоне. Самое главное, чтобы солнечных дней в году было как можно больше. Пока жителям экспериментального энергосберегающего дома приходится обходиться без горячей воды. Ее подачу прекратили сразу после завершения отопительного сезона. Помыться с комфортом можно будет после подключения современной гелиосистемы. Ее монтаж подрядчик обещает завершить через месяц. То есть примерно с середины июля горячую воду в этом доме будет подогревать исключительно солнечная энергия. Бесплатная. Олеся Клинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Республиканская прокуратура провела проверку по факту драки в туимской школе. Напомним, мы рассказывали о том, что в конце марта в Ширинском районе девочки-подростки избили семиклассницу и сняли все это на мобильный телефон. За время избиения пострадавшая несколько раз теряла сознание, остановила издевательство учительница физкультуры, которая проходила мимо. Однако сотрудники прокуратуры в произошедшем винят и ее, ведь конфликт начался на уроке, а учитель не приняла никаких действий для того, чтобы его разрешить. Также прокуратура нашла нарушения в деятельности самой школы. Педагоги уделяли недостаточно внимания воспитанию трудных подростков, которые и напали на девочку. Предписание получили и медики, не сообщили о поступлении к ним избитой школьницы, хотя обязаны были проинформировать надзорные органы о случае насилия и состоянии девочки. Сейчас пострадавшая до сих пор находится на лечении, у нее травма шейного отдела позвоночника. Расследование продолжается, и оно тоже идет под контролем прокуратуры. И далее выпуск продолжит наша традиционная пятничная рубрика «Парламентский дневник». Бесплатная юридическая помощь должна быть доступнее. Для этого Республиканский парламент расширяет список организаций, имеющих право на ее оказание. Сегодня бесплатно помогать в разрешении спорных вопросов имеют право только юристы. Новым законопроектом парламентарии планируют добавить в этот список нотариусов и уполномоченных по правам человека и ребенка. В действующей редакции только органы государственной власти имеют право создать казенные учреждения, которые имеют право оказывать эту бесплатную юридическую помощь. Это, безусловно, все, без исключения муниципальные образования в Республике Хакасия. То есть, если они посчитают необходимым, то, соответственно, они будут создавать такие учреждения, которые будут оказывать эти юридические услуги. Может быть, в рамках того же самого, извините, муниципального учреждения, где оказывают муниципальные услуги одного окна. Может быть, в рамках этого будет создано. Мы будем смотреть, как будет работать механизм. Но я думаю, что сначала такие полномочия нужно им просто дать. Напомним, в федеральном законе определены 8 категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Еще столько же уже добавлено действующим региональным законам. Это многодетные и неполные семьи, инвалиды третьей группы и лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, представители коренных малочисленных народов, а также лица, проживающие в местах традиционного проживания малочисленных народов. Поправки закон будут рассмотрены на очередной сессии парламента Хакасии 26 июня. На эту неделю выпало две праздничные даты. 12 июня страна отметила День России. В Хакасии самые масштабные мероприятия прошли в Абакане. День России, как правило, отмечают спортивно. Не стал исключением и этот год. В Абакане работало сразу несколько площадок. В городской зоне отдыха, в Черногорском парке, у Дворца молодежи. А центром празднования стала главная площадь республики – Первомайская. Здесь, помимо концертов, прошли викторины на знание истории России и государственного строя. Ведь главная идея праздника – патриотическая. Это как день рождения у государства. В этот период мы оцениваем то, что удалось уже сделать, в каком состоянии мы находимся и что необходимо сделать в ближайшее будущее. Праздник под названием День России нам известен с 2000 года. Однако в официальном календаре эта дата зафиксирована еще в 92-м, как День государственного суверенитета России. Название празднику дал документ, который был подписан двумя годами ранее на съезде народных депутатов РСФСР. Фактически тогда этим решением были остановлены наиболее горячие, скажем так, демократы того периода, которые в ходе разрушения Советского Союза пытались продолжить это деление и разделить нашу страну, Россию, на часть территории. Это была Дальневосточная, так сказать, республика, Уральская республика, каких только тогда проектов не было. Поэтому вот самим принятием решения этой декларации был остановлен процесс развала страны и было определено, что Россия в ее вот этих сегодняшних границах – это независимое, самостоятельное, суверенное государство. В третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В этой отрасли в республике трудятся более 12 тысяч человек, половина из них – врачи и средний медперсонал. Официальная часть праздника прошла в драматическом театре Абакана. На ней медики подвели некоторые итоги своей работы. Позитивные изменения в медицинской отрасли Хакасии очевидны даже самым ярым критикам здравоохранения. Стали поступать значительные средства на реконструкцию зданий и приобретение современного оборудования. У медиков выросли зарплаты. Постепенно решаются и кадровые вопросы. Мы знаем и понимаем, что не так просто сегодня дается то, чтобы медицина была на определенном или на достаточно высоком уровне. Мы благодарим сегодня и стараемся принимать такие законы, которые позволили бы вам социально быть защищенными. Чтобы позволили бы вам быть сегодня среди всех граждан Российской Федерации на очень высоком уровне. Такими темами и событиями отметилась парламентская неделя в Хакасии. Напомним, парламентский дневник вы можете смотреть на официальном сайте Верховного Совета, а также в Твиттере и в Одноклассниках. Эти адреса сейчас на экране. У меня на этом все. Берегите себя. Хакасия готовится к Тунпайраму. В этом году один из главных национальных праздников по всем признакам будет масштабным. Проходить торжества будут в течение трех дней на Сагайской поляне в Аскиском районе. Откроет их вечером 28 июня концерт исполнителей горлового пения. Завершит 30-го награждение лучших, в том числе и в спортивных состязаниях. Особую интригу организаторы сохраняют в отношении главного приза для победителя в борьбе Курэс. Репетиции идут уже в течение месяца. За основу всего праздника взята легенда о любви, в результате которой родился гармоничный, радостный народ, счастливо живущий на прекрасной земле и отмечающий праздник первого молока Тунпайрам. В этом году в Хакасию ожидается приезд многочисленных делегаций. Из Санкт-Петербурга, Липецкой, Еврейской, Томско-Кемеровской областей, Забайкальского края, Бурятии, Республика Алтай, Саха, Якутия и Шория. Впервые к нам в Хакасию приезжают участники межрегионального смотра этнокультурных центров различных народов, малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. И я думаю, что именно они внесут, скажем, некий новый колорит, новый акцент в нашу программу. Мы отводим им на центральной площадке 4,5 часа. Сегодня Всемирный день донора. На Республиканскую станцию переливания крови пришли около сотни человек. Это в два раза больше, чем обычно. Причем каждый второй – почетный донор России. Для них сегодняшний день особенный. Доноры – это хронически здоровые люди. Строгая медкомиссия ограничивает число претендентов. И только по результатам анализов их заносят в картотеку Республиканской станции переливания крови. Сейчас в базе данных около 7 тысяч доноров. Примерно четверть – это почетные доноры России. Те, кто сдавали кровь, больше 40 раз. Много кому давал кровь. Кто попросит на работе или где, я сразу соглашаюсь и еду сдавать кровь. Без никаких проблем. На работе тоже сразу отпускают. Просто знаю, что людям нужна кровь. Поэтому сдаю все время. Я с 2002 года почетный донор уже. Во Всемирный день донора посетителей на станции переливания крови вдвое больше, чем в обычный день. Но эта кровь и плазма не будет лишней. Пластиковые пакеты заморозят и передадут в больницы для тех пациентов, кому необходимо переливание. Донор – это в переводе с латистыни дарящий. То есть это люди, которые дарят частицу себя. Они даже зачастую не знают, кому это понадобится, когда перельется их кровь. Но они дарят частицу себя пациентам, реципиентам. И тем самым дают жизнь. Несмотря на то, что сейчас в России узаконена платная кроводача, в Хакасии это пока не практикуется. Все доноры безвозмездные. Получают взамен два дня отгула на работе и продовольственный паек. И, разумеется, самое главное – благодарность спасенных людей. В Саиногорске прошел парад колясок. Это шествие необычных детских транспортных средств для города Металургов уже стало традицией. Нынешний парад пятый по счету. И количество желающих поучаствовать, да и просто посмотреть, с каждым годом увеличивается. На этот раз далеко не у всех получилось познакомиться с творениями поближе. К колонии было не подобраться. Идея проводить такое семейное шествие принадлежит работникам Саиногорского ЗАГСа. И сегодня это уже визитная карточка города Металургов. Мы первый раз пришли. Хотим попробовать поучаствовать. Ну, нынче нет, мы не готовы. Может быть, на следующий год. А вообще до этого участвуют? Нет, у нас вот в этом году появился сыночек наш, Кирюша. Поэтому мы не готовы. Первый раз принимаем участие. Мы будем смотреть. У нас участвуют друзья, мы будем за них переживать. А вы сами вообще ни разу еще не участвовали? Мы еще не участвовали. Завтра в Абакане официально открывается купальный сезон. Основанием послужили документы о готовности городского пляжа. Единственным разрешенным местом для купания определен водоем в парке культуры и отдыха. В течение купального сезона здесь будут ежедневно нести дежурство спасатели и полицейские. Для безопасности отдыхающих зона купания обозначена специальными ограждениями. Купальный сезон продлится до 18 августа. Но это всего лишь документы. На самом деле температура воды вряд ли позволяет начинать массовый отдых вблизи водоемов. И на этом наш выпуск завершен. Вести следят за развитием событий. Хорошего отдыха в выходные. И до встречи на канале Россия.